Вадим Врублевский 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 Варианты проведения онлайн соревнования Вадим Врублевский Вадим Врублевский Раз возьмет пятиметровую высоту Выиграли Дюплантис и Лавелиньи Они взяли Пятиметровую высоту Аж по 36 раз за полчаса Ну мы смотрели Такое ощущение что там Забава Да что там немного Сделали равный счет специально Нам показалось что Дюплантис все таки Ветерана Это я знаю почему Показалось Потому что Когда они все по 36 сделали Рено сказал Все хватит Я устал А Дюплантис еще Один прыжок сделал Вот Получилось что он взял больше Ну в общем Это так Это все Просто Было от того Что стартов не было И как то вот некий такой Соревновательный Свой потенциал Реализовать Ребята хотели И здорово что Они пробовали Это сделать так Арсений Натальчук 2.15 не взял Но сейчас Георгий Тарабаров Представляющий Хабаровский край Ну и у нас готовится Десятый забег На 200 метров Вы знаете Главное то что я понял Что забегов то Не 12 А 13 Благодаря тому что Девочки начинали Остальные Очень очень поздно К чему это привело К сожалению Мы тоже знаем Оксана Гатаульна Забаранила Но ничего За Оксану За одного битого Двух небитых дают Ну честно говоря Нынешний сезон Был настолько Фантастический Да Да Поэтому Не знаю Не надо ей расстраиваться И тренеру тоже Все бывает Все будет хорошо Действующий чемпион Страны Илья Иванюк Первый прыжок Ну в этом сезоне Он с первых попыток Мало что берет Поэтому Не переживайте Это Никита Курбанов Сектор открыт Так что Можно исполнять Свою попытку На 2.15 2.10 Он взял С первого прыжка Вот Никита Очень порадовал В этом сезоне Он явно прибавил Вот Он явно прибавляет И стабильности Прибавляет Что хорошо То есть Вот его Уже стабильные прыжки Туда Хорошо За 2.20 Это Просто Просто Обнадеживает И радует Ну в мужской высоте Мировой Пока Все ждем Да Да Мы уже даже Это сказали И раньше И в общем Алена подтвердила Что она Конечно Не довольна Своим результатом И мы все ждем 18 и 19 Для того Чтобы можно было Говорить Что Алена Да Приблизилась К европейскому уровню Толкания ядра Мужская высота 2.15 Вторая Попытки У тех Кто не взял И вот Илюша Иванюк Тоже среди этих Действующий чемпион Он настоящий Да Бриллиант Мужской высоты Конечно Конечно И он один из тех Кто В общем В лидерах Среди прыгунов Элитного уровня Прыгнувших Намного выше Своей головы У Михаила Акименко Напомним 2.31 Был Здесь в Москве 2.31 Он прыгнул На битве по луну Ну Все Первый участник Покинувший Финал Дмитрий Тангаев Активно взялся за дело Хватит ли его на финишной прямой Удержит ли он скорость Смотрим Ну В общем 22.03 Дмитрий Тангаев Норматив Ну там 2.15 Почти все Выполнили Ну еще Добрали По 2.10 Получилось Доволен Ну молодец 2.20 Первый Очень даже Неплохо Хотя мы видим Конечно Сергей Морозов И 2.20 Ну не похоже Пока Сегодня у девушек 12 бегов У мужчин 13 Согласитесь Будем скучать Ну я хочу сказать Что это давний Довольно таки Спор Вот Либо проводить Как самую вершину Да В которой И проводить Скажем Несколько этапов Чемпионат страны И в 2 этапа Как минимум На первом этапе Проводить отбор И все лучшие Люди Попадают в финал Посмотрим Как он здесь Сможет проявить себя Уже в финале Михаил Акименко Его попытка На 2.20 Ну тут Все хорошо Все спокойно Да Итак 2.20 Пока взяли Вадим Врублевский Никита Нищенков Ну и Михаил Акименко Вот Три участника Но еще Не прыгал Не Данил Цыплаков Поэтому Илья Иванюк Ждем Его Их Даже Ну а вот Не взял До высоты Георгий Тарабар Ну и вот Сейчас как раз Будет Данил Цыплаков А за ним Илья Иванюк Интересная битва У этих трех ребят У Цыплакова Иванюка И Акименко Да В этом сезоне Именно трое Трое вступили в борьбу Очень приятно Что Данил Цыплаков Вернулся К своим таким Лучшим кондициям Ну почти вернулся Да Уже совсем Совсем Он близок к этому И он навязывает борьбу Очень здорово Ребятам Во всех соревнованиях Ну и самая крутая борьба У этой тройки Была против Марии Лосицкени На битве полов Там действительно И не только И не только против Марии Но и против женской команды И они победили тогда Ну хоть в чем-то Должны были Да А тем временем Вручают награды Да В длине Да Очень приятно Что награды Выручает Олимпийский чемпион Николай Сидоров Николай Александрович Олимпийский чемпион Выставить Четыре по сто метров ЦС Ковид Здесь вот В своем родном манеже Он Эти награды Как раз и вручает Напомним Елена Соколова Шесть метров Семьдесят сантиметров Отмечала Что она Хотела пораньше Закончить Ну то есть Прыгнула Ну да Уже свое сделала Вроде бы все Чего дальше Но пришлось Там еще Попрыгать До последней Итак Цыплаков взял Два двадцать Сакименко взял Два двадцать Все с первой И Иванюк теперь Ну Илюш Стандартно Опять Очень легко Да Прыжочек Вроде очень Такой хороший Что-то там Пяточками Или чем Где-то да Что-то все-таки Надежность Нет Можно готовиться И хорошо Но при этом Могут быть Какие-то технические Погрели Поэтому Я честно Не особо верю Что он Спустя рукава Готовил Ну и не спустя Рукава Но все-таки Он я думаю Что В его тактике Подготовки Основное Внимание К лету Ну и вторая попытка Там настоящая битва Будет между Полиной Миллер И Екатериной Рейнджиной Ну и Илья Иванюк 2.22 Попытка Ну и здесь Надо сразу начинать Как будто у тебя вторая Илюша Более того Даже я вам хочу сказать Что Когда В 2013 году Шла подготовка К чемпионату мира Мы проводили В качестве тестового Считался турнир Чемпионат России Приезжали Представители Мирового Волт Атлетикса И они В прошлом году Полина Миллер Тоже стала второй С результатом 52.39 Секунда Выиграла тогда Антонина Кривошапка 52.02 Акименко Своя Миллер У нас есть Тоже Акименко 2.24 С первой Ну и Цыплаков 2.24 Давайте посмотрим Мы-то результат Знаем уже Этого прыжка Ну Действительно Взял И действительно взял Да Два только спортсмена Из оставшихся Взяли с первой попытки 2.24 Ну Илья Шиванев Традиционно Первая Только Примеряется Все Вот Под копирку Все идет Да-да-да Он вот так Входит Входит в соревнования Трудно Прямо целое Какое-то Произведение Искусство У Матвей На руке Ну В общем Не так плохо Он этот сезон Проводит Так Более-менее Стабильно Прыгает Вот 2.20 И чуть выше Начинал Правда Похуже Но Потом В общем На какой-то Такой уровень Свой вышел Что радует В 6.5.30 Это значит Что Тимур Маргунов Наконец-то Вступит В борьбу 2.24 Пока Акименко И Цыплаков Лидер Молодец Илюша Все в порядке Никто не понимает Сам не понимает Что происходит Почему нужно Исполнять вторую По-разному Уже спортсмены Соревнуются И настроение Как бы Разное Так Может быть Ну На другой уровень По сути дела Вышел На другой уровень Результатов И Конечно 21 год ему И он Как раз Как раз Сейчас подошел К тому Чтобы Двигаться дальше И преодолевать Новые-новые рубежи Итак Акименко Цыплаков С 1.2.24 И Ванюк И Курбанов Со 2.2.24 Теперь Третья попытка Вадим Рублевский Затем Никита Онищенков И Матвей Рудник Вот Они Остались только И посмотрим Четверо продолжит Борьбу Или Увеличится Количество Ну Пока Далеко Пока Нет Да Все Вадим Рублевский Завершает Борьбу В финале Тонищенков Давайте Его посмотрим Никита К сожалению Не Как-то Нестабильно Выступает Травмы Довольно много Но в целом Он потенциально Очень хорош Молодец Взял Топ 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 5 У нас Да Все с первых Акименко Цыплаков Иванюк Со второй Ну как и Курбанов 2.28 Никита Онищенков Первая попытка 5 человек Осталось В секторе Для прыжка Высоту А неплохо А неплохо Близко было Да Зацепил Да Может Ну и Сейчас Михаил Акименко Михаил Акименко Из города Героя Можно сказать Прохладного Героя Потому что Он Герой Родил Родил Двух чемпионов Да В прыжке В высоту И Михаил Акименко И Мария Лосицкен Уроженцы Именно этого Небольшого Городка В Кабардино-Балкарии Это очень приятно Что Миша Тоже здесь Вот Представляет И Москву И Кабардино-Балкарии И успешно Преодолевает 2.28 Ну вот Шест нам интересно Сейчас должен быть уже Тимур Маргунов Хочется увидеть Данил Цыплаков 2.28 Напомним Акименко Взял С первой попытки С хорошим запасом Ах Чуть-чуть 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 У Данила Не получилось Мы ждем прыжка Илюши Иванюка Вот и он Но Что Прорвет его На первой попытке Или Сразу начнем со второй Начнем со второй Все тоже Ну и теперь Очередь Никита Курбанова Интересно как он Для него 2.28 Это уже уровень Личного рекорда Поэтому Да Анищенков Совсем другая история Анищенков Цыплаков И Иванюк Не взяли 2.28 Акименко Взял И вот последний Участник Из оставшихся Пятый Никита Курбанов Ну тоже нет Испугался Немножко Такое впечатление Все-таки Еще этой высоты Пока 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 еще так Пока еще так Так Что у нас Ядро 83 Ну в принципе Тройка Достаточно Понятная Сидоров Лядусов И Лесной Анищенков 2.28 Вторая попытка Упал Ланку Ну что Во сколько Мы с шестом Закончим Ой не знаю Полуночи Да Я говорю Да Очень тяжко Сегодня что-то У них идет Но можно будет Прервать И завтра Закончат Второй акт Но это только Не погода Если какая-то Тут вмешается Цыплаков Летная ли погода Сегодня Ай как Ну что ж Такое Две попытки Прям Близкие Близкие Очень близкие Очень близкие Чемпион Европы В помещении 2015 Года Танил Цыплаков Надо брать Да Пока Все со вторых Сегодня Нет Это похуже Даже Чем первая Была Так Что в длине Есть что-то Выдающееся Ничего нового Не происходит У третий номер Значит должен быть Бронзовым призером По вашему плану Да Но Не всем Не всем данным Соответствует Все Никита Закончил Расстроен Без сомнений Цыплаков Весь сезон Весь сезон Говорил о том Что он 2.28 Должен Взять сегодня Да Конечно Нет И первые две попытки Были очень хорошие Очень хорошие Поэтому Не удивлены И Радостно Заданил Что Он Продолжает борьбу Будет пытаться 2.31 Дальше У рекорд Чемпионатов России 2.38 Ярославу Рыбакову Он принадлежит Москве В восьмом году Он прыгнул Да Великий Ярослав Рыбаков Наверное Так надо сказать Потому что Конечно У нас было Очень много прыгунов Давайте на Илью Посмотрим Ему тоже желаем успеха Нет Сегодня не получилось Сегодня не получилось Так действующий Чемпион Складывает Полномочия Да Да Проигрывает 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 Ну Пока он идет Третьим Сейчас вместе Посмотрим Как будет Достижение Ну и все Поэтому Поэтому все Логично Так Никита Если не берет Третье Если берет Продолжит борьбу Ай Как был близок Бронзовый призер Никита Курбанов Да Молодец Поаплодируем Никите Курбанову Большой молодец Спасибо за сезон Зимний 21 года И дай бог тебе парень Удачи дальше Хотя я думаю Он кстати говоря Может быть еще будет прыгать Он же по возрасту Еще По молодежи Будет же еще Перенство России Среди молодежи В конце февраля Поэтому Будет еще Возможно он будет там Еще Турнир по прыжкам В высоту под музыку Да И это кстати Тоже Так что еще сезон То не заканчивается Машу Ну вот сейчас Повторят ее Ну когда попытка Попытка неудачная Не страшно Что мы ее Раньше времени Объявили Ну как раз Посмотрим Мишу И уже выйдем Наверное Данила Цыплакова Который готовится К своему первому прыжку Здесь словно Испугался немного Видимо Разбег Ну что-то да Ошибся Ошибся Да Итак Все внимание у нас К прыжку в высоту Данил Цыплаков Соперничество Двух сильнейших Так Данил Цыплаков Если сейчас возьмет С первой Выйдет на Пол позишн В борьбе за золото А 2.31 Это то что В его карьере Уже конечно Удавалось Сделать И не раз Очень хороший прыжок Очень Да И опять Вот если он Поправит Как бы работу Над ошибками Именно вот такую Сделает По чистоте Все возможно Очень возможно Так а что Маргунов В шесте Добрался ли он До второй Своей попытки Акименко Вторая попытка 2.31 И у нас готовится Финал на 800 метров У мужчин Ой-ой-ой Есть Тут просто С хорошим запасом Было видно Повторяет Лучший результат В сезоне Своей России И 2.31 Это теперь Ну вот такая цель Для Данила Данила Цыплакова Данил Цыплаков Завел тут Болельщиков И его Вторая попытка На 2 метра 31 сантиметр Напомним Михаил Акименко Со второй Взял эту высоту Вот борьба Между двумя Этими Ребятами Идет за золото Пока нет Данил Цыплаков Одна попытка На 2.33 Нет Ну это совсем не похоже Очень-очень хочет преодолеть давно 28.87 Первые 200 метров Ну у нас В отличие от бриллиантовой лиги Есть возможность Картинка в картинке Ой, как хорошо У Миши было И мы правильно сделали Что показали Потому что близкая была попытка К 2.34 Ну а у нас Михаил Акименко Вторая попытка На 2.34 Первая была Очень даже Неплохой 2.34 Это Лучший результат Сезона в мире Он пытается Именно этот А тут пятка Просто Да Итак, давайте Смотреть третью попытку Ну а затем Уже будем Наверное Плавно Переходить на шест Я надеюсь Что там Не 5.30 Еще высота Там наверное Уже что-то повыше Ну, я предупреждал Что это надолго, пока 5.30 Ну, отлично Единственное, что Ускоряет процесс Довольно, к сожалению, много спортсменов Уже выпало, мы сейчас об этом поговорим Пока все внимание к Мише 2.34, третья попытка Михаила Кименко Нет, жаль, но все Три хорошие были Особенно вторая была очень Молодец, молодец Миша, лучший результат сезона в России Он повторил, свой личный лучший результат 2.31 Ну, еще как повторимся Что еще есть старты По крайней мере, кубок Под музыку в Москве Урожайность города прохладный, прямо сейчас в эфире Высоту Михаила Кименко С результатом 2.31 На 2.34 были Очень хорошие попытки, как ты сам оцениваешь себя? Оцениваю, что Готовность очень хорошая В плане физической формы А в технической Очень, не очень, как вы видите Но прыжок на 2.31 Был очень достойным И там, мне кажется Стояло бы 2.34 Ты бы справился Вот видите, как высота Может задавить человека Вот я чересчур захотел И чересчур не получилось Но Рассчитывал ли ты на этот результат В принципе До чемпионата Настрой был? Да, хотел уйти лидером В сезонах, конечно Отсюда, но не получилось Ну ничего страшного Я думаю, что ты еще в силах Это исправить В будущем сезоне В летнем Так что Поздравляем еще раз И надеемся на высокие результаты Спасибо большое Очень приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому